А сейчас о настоящем мастере своего дела. Олеся Левашова любит и умеет творить и открыто к экспериментам. Ее меховое ателье стало победителем конкурса «Тюменская марка» в номинации «Услуги для населения». Интересно, что мастерица часто не шьет новые изделия, а перешивает чужие работы. Почему? Узнаем далее. Вот так стежок за стежком получается подклад для шубы. Метод называется «настегивание», и без него уже готовое изделие может потерять форму или вовсе порваться. Процедура хоть и кропотливая, но обязательная. Каждый этап должен быть исключительно выполнен идеально. Иначе меховое изделие в конечном итоге получится некрасивым, плохо сделанным, может быть, некачественно сделанным. Это позволить мы себе не можем. А вот тут проверяют на брак саболинные шкурки хорошие, сортируют по цвету от светлого к темному, чтобы переход был идеально ровным. И только тогда можно приступать к пошиву. А тут создаются трендовые вещи. Через неделю жилет из меха на трикотажной основе будет готов. А над шубой мастер может работать месяцами. Все зависит от эскиза и пожеланий клиента. Чаще всего заказывают изделия из норки. Ее мех считается одним из самых износостойких. Не уступает по популярности соболе каракуля. Каракуля недавно в моду вошел лисий мех. И у тюменцев он пользуется особым спросом. Наши ателье работают по таким девизам, что мы должны удовлетворить все пожелания клиента, и чтобы клиент наш остался доволен. Поэтому мы стараемся работать так, чтобы все индивидуальные особенности клиента были учтены, его пожелания, его желания, его статус. Чтобы развить свой бизнес, предприимчивая тюменка отслеживает цены и качества мехового полуфабриката. Закупила оборудование, ателье работает уже 10 лет. За это время стали оказывать больше услуг. Например, зачастую приходится не шить, а перешивать. Мы даже переделали работу итальянских мастеров, греческих. Есть категория клиентов, которые покупают меховые изделия за границей. Им кажется, что там безупречное качество. Но носить это изделие не могут. Неправильная лекала, плохая посадка, неправильная. Вообще полуфабрикат собран. Поэтому приходят, были случаи, когда мы разбирали полностью по шкуркам шубу и заново собирали. То есть таких у нас прецедентов было немало. Производительность у ателье небольшая. За месяц шьют около 50 шуб. Но главное – качество и эксклюзивность, говорит владелица. Работы мастеров оценили и на конкурсе «Тюменская марка». Но на этом останавливаться не собираются. В планах выйти в лидеры на федеральном уровне.